Я считаю нужным провозгласить Федотова русским контэм. Вот как вам такой заход-то. И давайте постарайтесь объяснить. Я уже неоднократно им восхищался, но Сочи, на мой взгляд, это просто самая тренерская команда, которую мы можем наблюдать в РПЛ. И почему именно контэ? Ну, во-первых, потому что Сочи — это команда со специфическим стилем, которой ты в чистом виде восхищаться не будешь. То есть это не соответствует классическим представлениям об эстетике футбольной. Но если погрузиться именно в количество элементов, которые приходят именно с тренировочного поля, то, мне кажется, и у Конта, и у Федотова они просто зашкаливают. Ну и, наверное, можно привести аналогии и по схеме. Базис у Федотова всегда — это именно схема с тремя центральными защитниками. Блестящий он ее использует. Но что особенно важно, и чего, на мой взгляд, не было до этого сезона, и почему я вообще решил именно сейчас об этом поговорить, — это невероятный прогресс Сочи в позиционных атаках. Причем он основан на хорошем изучении соперников и на автоматизмах. Я говорю, например, о таких приемах, как использовался в одном из матчей. Я тогда писал именно про участие Данилы Прохина в продвижении мяча, и то, как Сочи стягивает на один фланг футболистов соперника, доставляет на него, через него выходит и дальше завершает атаку. Это три гола было в одном матче забито таким образом. И вот снова мне захотелось об этом поговорить в эти выходные, потому что Арсеналу тоже очень качественные голы Сочи забивал. И не только в голах, а в целом в этом матче постоянно они использовали один и тот же прием. Это любимый прием Хави, между прочим. Это открывание на третьего. То есть розыгрыши таким образом, чтобы вывести третьего футболиста, который делает рывок, пока мяч находится в другой зоне, на ударную позицию, либо на позицию, с которой можно созидать. И вот таким третьим футболистом чаще всего оказывался Нобуа. Во втором голе Целагов эту роль исполнил, но практически всегда, поскольку моменты создавались не только те, которые завершились голом, этим футболистом оказывался Нобуа. И это было очень продумано. В общем, я подытожу. Во-первых, вы видите, конечно, результаты. Просто невероятные результаты, которые относительно ресурсов своего клуба показывают видотов. Во-вторых, вот есть у нас общие тактические принципы. То есть какая схема используется, насколько детально ей обучаются футболисты. И есть автоматизмы, которые уже проявляются в позиционной атаке. И тут, наверное, нужно добавить, что Сочи в этом сезоне находится на втором месте и по длительности своих голевых атак, и по количеству передач у них. На первом месте Зенит. Понятное дело, у них ресурс просто невероятный. Они и много забивают, и по-разному забивают. А вот Сочи делает это именно за счет таких мыслей, за счет таких автоматизмов, за счет таких вскрытий очень уязвимых сторон соперника. Причем это делается в самой трудной, на мой взгляд, стадии. Именно в стадии позиционной атаки. В общем, мое восхищение Федотовым стало еще большим. И я посчитал нужным об этом тоже сказать.